Привет, друзья! Как попасть из России или с другой страны в Грузию сейчас? Разные условия въезда могут быть, но Грузия для многих стран закрыта. Приведу пример, не только теоретически, но и практически. То есть мы сами сейчас через Турцию едем в Грузию. Для нашей личной необходимости мы год целый в Грузии были, нам нужно сделать выезд-въезд. И чтобы дальше еще целый год быть. Вот у нас такие условия. Целый месяц мы сейчас пробыли в Турции, возвращаемся обратно. И для того, чтобы въехать, нужно сдать ПЦР-тест. А ПЦР-тест мы думали сделать в городе Трабзон. Сложилась ситуация, мы там не можем остановиться. Получилось так, что мы остановились в другом, в маленьком городке. Это в сторону Грузии от Трабзона еще 180 километров проехать. Город Хопа. И от Хопы 20 километров до грозийцы грузинско-турецкой. Здесь очень удобное место, смотрите. Во-первых, можно остановиться в хостеле. Море сразу видно. Вот она. Центр Хопы. Тут дорога, пешеходный переход. И так получилось, что мы остановились вот в такой квартире, как это называется, номере. Отель хостел. Называется Карабулут Бутик. Отель. Других мы не искали, но вот этот нам очень понравился. Мы по рекомендации сразу поехали. По стоимости это стоит 250 турецких лир. Тут же предлагают услуги ПЦР-теста. Сразу тут же в этом отеле. Предложили 200 лир. 200 лир здесь стоит, либо 170 лир где-то 10 минут ходьбы до поликлиники. Ну, там до конца неизвестно, сколько до нее идти. Непонятно до конца тоже. Но мы пришли с рюкзаками, с тяжелыми. И больше нигде ничего не выбирали. Почему у нас очень тяжелые рюкзаки оказались? Мы позавчера не рассчитали время и сходили на рынок. Закупили очень много всякого еды. Всякой вкусной опять же. Сразу рекомендую сюда заселяться. Ну, или вообще подобные отели. Сразу со своей самой любимой вкусной едой. Вот. А вот это видео будет полезно практически тем, кто хочет заехать в Грузию. У нас есть один пример. Парень к нам ехал в гости через Армению. Вот он посчитал так нужным. Ну, я не знаю. Значит, ему виднее, удобнее, видимо. Однако, рейс отменили. Там какие-то международные отношения Грузия с Армением. Я-то думаю, они-то, видите ли, рейс там отменили. Им так захотелось. А человек-то в Грузию не попал раз. Билеты меньше половины возвращают два. И еще ждать надо. Поэтому я считаю, что хороший вариант ехать в Грузию через Турцию. Потому что, смотрите, схема очень простая. В город Трапзон приезжайте. На самолете прилетайте. Даже если не знаете турецкий язык. Вот у нас человек здесь путешествует. Мы с ним встречались. Он английский немножко. И все остальное через переводчика. Ведь вам надо купить билеты. Подходите, где покупаете билеты. Там вы же не будете разглагольствовать и говорить на каком-то языке. Просто говорите какой-то город и купили-поехали. Не надо турецкий знать. Просто если кто-то думает, что через Турцию будет сложно, сложнее, через Армению легче. Там в Армении на русском языке говорят. Но я считаю, это несущественно. Очень удобно. Не надо искать поликлинику. Этот костел находится сразу около дороги. Напрямую, которая ведет прямо в Грузию. Поэтому схема простая. В Трабзон на самолете прилетаете, садитесь на маршрутку, на автобус едете до Хоппа. 180 километров. Хоппа, вот бутик-отель. Вот этот вот. Кара Булут, бутик-отель. Кара Булут – это черное облако. Кстати, за 200 лир, когда я здесь сделал ПЦР-тесты, то через 4,5 часа они уже готовы. И как мы ехали, например? Как мы сюда попали? Мы приехали от Средиземного моря, от города Анталии. Все очень удобно. Очень комфортабельные автобусы, шикарные. Я, например, люблю пользоваться фирмой Люкс Караденис или Улу Осман Юлусой. Там такие три ряда вместо четырех внутри автобуса. Очень комфортабельные. 21 час едешь, но это очень удобно, комфортабельно. Не так сильно устаешь. И мы взяли билет до Трабзон. Стоил 450 лир на одного человека. Но мы приняли решение поехать дальше, как мы выяснили. В Трабзоне мы не сможем остановиться по нашим личным причинам. Мы приехали. Просто водитель, там водитель, человек, ходит ответственный по автобусу. 100 лир сверху. Доплатив его просто наличкой, он довольно их принял. И довез нас еще в 180 километров больше. Не до Трабзона, а до Хопы. Мы здесь вышли. Сделаем ПЦР-тесты и едем дальше в Грузию. И, кстати, не обязательно снимать отель для того, чтобы сделать ПЦР-тест в этом месте. И дождаться результата. Потому что результат около 4,5 часов. Допустим, мы вот когда приехали, в 2 приехали, нам сказали, можно сделать ПЦР и в 6 забрать результат. 200 лир в этот же день. Не надо платить за хостел дополнительные деньги, чтобы ждать. Не нужно дополнительное время тратить. В этот же день утром делаете, чуть-чуть в обед или в обед делаете. И вечером забираете результаты и двигаетесь в Грузию. Немножко про номер хочу рассказать. Мы уже замерзли в прошлый месяц, поэтому этот номер нам чем хорошо понравился? Во-первых, есть действительно реально работающий кондиционер. 30 градусов можно поставить. Действительно горячая вода. Не такая, как мы в Анталии остановились в хостеле. Он стоил 150 лир в сутки. И там, чтобы горячая появилась, нужно было бежать на низ, на первый этаж с третьего этажа. Просить, чтобы включили воду. Полчаса нужно было подождать. Да, недостаточно горячая. И просто как... А здесь горячая. Здесь все красиво. Как правильно заселяться в турецкий номер? Включаем телевизор. Находим только, конечно, музыкальный канал. Приятно. Есть разные. Есть попсовые, есть не очень. Есть... Выбираем классную музыку. Не имеет значения, на каком... Что они смысл поют, наверное. Потому что все равно мы не понимаем. А турецкая музыка способствует погружению в турецкую атмосферу. Да и вообще привыкаем к турецкой речи. Учим турецкий язык. И к тому же показывают красивые природные места. Это здесь они сейчас клипы показывают. А вот 43-й канал, Анадалу, там называется... Вот. Поэтому очень довольны. То, что здесь можно вот так остановиться. На море смотреть. И комфортно продолжить дальше свой путь. Схема передаления расстояния при нынешних ситуациях, она рабочая. Вот она, пожалуйста. На здоровье пользуйтесь. Если будут какие-то вопросы, пишите, задавайте вопросы. Как мы тут... Еще какие-то подробности. Всем спасибо и пока. Спасибо. Продолжение следует...